Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС, но пока остается без финпомощи. В Мариуполе пожар после обстрела, а Пасечник включил мобильный интернет на оккупированной Луганщине. Я Екатерина Ковальчук. Это итоги 660-го дня полномасштабной войны от команды новостей Донбасса. Ставьте лайк, мы начинаем. Венгрия наложила вето на решение ЕС о выделении Украине экономической помощи. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что не поддержит пакет в 50 миллиардов евро до тех пор, пока Евросоюз не выплатит все средства, замороженные для Будапешта. Итог ночной смены. Вето на дополнительные деньги Украине. Вето на пересмотр многолетнего бюджета. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году на саммите ЕС после соответствующей подготовки. Информацию о том, что лидеры стран ЕС не смогли договориться о включении помощи Украине в бюджетный план Евросоюза, подтвердил и глава Европейского совета Шарм Мишель. Он добавил, что к рассмотрению вопроса ЕС вернется в начале следующего года. Сам же Орбан в одном из своих интервью заявил, что цитата «это отличный повод для Венгрии дать понять, что она должна получить все, что ей принадлежит». В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил уверенность, что лидерам ЕС удастся договориться о долгосрочной помощи Украине в следующем году. Стоит отметить, что в другом, не менее важном вопросе Виктор Орбан все же уступил. Вчера во время голосования о начале переговоров с Украиной, о вступлении в ЕС, он покинул встречу. Это позволило лидерам ЕС принять позитивное решение, которое требовало единогласия всех стран-участниц Союза. Как пишет политика, уйти Орбана со встречи убедил канцлер Германии Олаф Шольц. Он якобы предложил Орбану выйти из зала заседаний и попить кофе, пока лидеры других стран ЕС обсуждали вопрос Украины и решение было принято. Тем временем, россияне продолжают стрелять по мирным населенным пунктам Донбасса. Так, этой ночью оккупанты атаковали Курахово. Удар пришелся по промышленной зоне, частому сектору и центральной части города. Поврежден один многоквартирный жилой дом. Есть прямое попадание в павильоны рынка. Пострадавших и погибших нет. Кроме того, по словам главы городской администрации Романа Подуна, без электроснабжения остаются около 5000 потребителей города и ближайших сел. На Торецк россияне сбросили две авиабомбы. Повреждены два десятка домов и других построек. Под постоянными атаками армии РФ остается и Херсон. Вчера под огонь попал центральный район города. Зафиксированы разрушения в жилых кварталах и на рынке. Также в результате обстрела смертельные ранения получил мужчина. Он скончался в больнице. Услышал струн «помогите», подбежал к нему отсюда. Он лежал. Но крови не было. Вокруг я обшарил, потом жена его позвонила. Говорит, побудьте рядом. Я побыл пока, скоро я приехал. А когда приподняли верхнюю одежду скорую, там уже было видно рана. Но крови не было. Но он умер. Через час примерно жена увидела снова жену. Она сказала, что умерла. Кроме того, сегодня днем российская артиллерия ударила по Днепровскому району Херсона. Есть попадание в жилой дом. Там находилось двое человек. Они были ранены. Скорая доставила их в больницу. У одной пострадавшей взрывчатая травма и контузия. Другая женщина получила перелом предплечья и ушиб челюсти. Громко этой ночью было и в оккупированном Мариуполе. Здесь удар был нанесен по бетонному заводу в районе торгового центра Порт-Сити. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. После обстрела на предприятии начался пожар. По данным оккупантов, пол первого ночи было выпущено три дальнобойные ракеты с северо-запада в направлении Мариуполя. А вот советник законно избранного мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что по его информации взрыва было два и мест попадания, соответственно, тоже в бетонный завод и на территорию за Порт-Сити, где россияне разместили военную технику и части систем ПВО. На Донбассе бушует непогода. Из-за этого на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей более 130 тысяч абонентов остаются без электричества. По словам представителей местных экстренных служб, обледеневшие ветки деревьев нередко падают на уже отремонтированные линии электропередач, вновь повреждая их. По состоянию на утро на территории оккупированной Донеччины обесточены 1255 трансформаторных подстанций. Энергетики продолжают восстановительные работы. В оккупированной Луганской области без электроснабжения остаются почти 27 тысяч абонентов и 68 населенных пунктов. На подконтрольной территории сегодня произошла авария на высоковольтной линии, которая питает электричеством Константиновку. В результате этого с трех утра в громаде нет света, также жители жалуются на перебои в мобильной связи. Также приостановили работу котельные в Дружковской громаде. Их работа уже восстановлена. На оккупированной Луганщины все же решили вернуть мобильный интернет. По крайней мере, об этом сообщил местный мобильный оператор МКС, подчеркнув, что возобновление услуги будет поэтапным и локальным. Эту информацию подтвердил иставленник Кремля в Луганске Леонид Пасечник. С сегодняшнего дня в тестовом режиме, пока в тестовом режиме, мы начинаем запускать интернет. Порайонно. Прошу всех жителей республики правильно к этому отнестись. То есть одновременно сразу по всей республике интернет не включится. Для этого необходимо будет где-то 7-10 дней для качественного его подключения. Для начала в МКС хотят запустить интернет в самом Луганске, а потом в других районах. Очередности и плана, по которому будут подключать абонентов, компании не предоставили. Однако Пасечник уже предупредил, что это не будет касаться Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кремяной и Сватова. Все эти населенные пункты были захвачены Россией уже после начала полномасштабного вторжения. Троицкий район остается под вопросом из-за решения военных, сказал главарь ЛНР. А это все на сегодня. Как всегда ждем ваши комментарии. Поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в вашем городе. До завтра. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова